Сура 105. Слон. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. Разве ты, о Мухаммад, не думал о том, как поступил твой Господь с владельцами слона? Разве же не рассуждал ты сам и люди, которые живут в твое время, что сделал Аллах с владельцами слона, эфиопским войском, которое направлялось разрушить Каабу? Почему же они не уверуют в Аллаха, поразмыслив об этом? В то время эфиопы, которые были христианами, владели Йеменом, двинулись с войском, чтобы разрушить Каабу. Когда они приблизились к Мекке, Аллах послал на них стаю птиц, которая уничтожила тех воинов. Это было чудом, которое Аллах показал людям. Это событие произошло за 40 лет до начала пророческой миссии Мухаммада. И некоторые свидетели той истории еще были живы, когда Мухаммад уже стал пророком. Разве он, Аллах, не сделал тщетными козни их, эфиопского войска? Разве Аллах не расстроил их планы разрушить Каабу и захватить людей Мекке в плен? Аллах уничтожил их, не дав им даже дойти до этого города. Так почему же твой народ, который знает об этой истории, не боится того, что Аллах может сделать с ними так же за то, что они отвергают его посланника, его книгу и еще и отклоняют от его пути людей? И послал он на них, на воинов, птиц, стаями. Это были черные птицы, которые группами летели со стороны моря. У каждой из этих птиц было по три камня. Два в лапках и один в клюве. Бросали они, птицы, в них, воинов, камни из обожженной глины. Каждый камушек был больше чечевицы и меньше горошины и представлял собой глину, которая была обожжена в аду, и на нем было написано имя того, на кого он попадет. И сделал он, Аллах, их, воинов, подобными неве со съеденными зернами, подобно объеденной соломе.